Доброго времени суток, друзья и подписчики канала! В данном ролике мы с вами будем изготавливать кирпичную стену, точнее ее часть, из модельного пластика от фирмы Моррисон. Так как наш пленный немец будет сидеть рядом с сараем, мы будем для него, ну не с сараем, с созданием, мы для него будем имитировать небольшой угол кирпичного строения. Берем лист модельного пластика, я уже разметил здесь, как она у нас будет идти, эта стена, и вычислил размеры, которые нам необходимы. То есть нам нужен будет кусочек 3,5 на 2 сантиметра и высотой, если исходить из размера трехметрового строения, около 7-8 сантиметров. Будем делать угол путем подрезания внутри и загиба. Соответственно, нам нужно отрезать кусок 5,5 сантиметра. После этого размечаем здесь сетку согласно размеру кирпича в 35-м масштабе. Это 7,2 мм, 3,5 и 2, соответственно. То есть 7,2 на 3,5 и на 2. Но изначально мы сделаем, разметим наши 3,5 на 2, чтобы нам в последующем делать правильную кладку. Теперь берем фото, с которого будем имитировать кирпичную кладку, и начинаем наносить насечку. Высота кирпича у нас 2 мм, поэтому будем делать насечку каждые 2 мм. Субтитры создавал DimaTorzok Нижний ряд данных кирпичей у нас идет в длину, поэтому они у нас будут 7,2 мм. Ну и соответственно вверх они пойдут все подобным образом через один. Здесь будем уже наносить разметку вручную, так как смысла миллиметровать здесь нет. Можно, конечно, сделать подобным образом. Для верности сделаем так. Субтитры создавал DimaTorzok После того, как мы нанесли разметку нашего кирпича, мы склеиваем все наши кусочки въедино, шпаклюем немного шов. Я делал это Magic Sculpt. Склеивали мы с помощью цианакрилата, который нам прислала фирма Morrison. Это Космофен. Кстати, если кому-то будет нужен, покупайте. Довольно-таки недорого, за 20 грамм. Здесь же также склеили из пластика и приклеили все это на основание. Кстати, пеноплекс, чтобы его не сжирался на акрилат и прочий клей с агрессивными растворителями, я прошел подобным влагостойким клеем от фирмы Morrison, который защищает пеноплекс от цианакрилата и прочих клеев. Даже вот от быстросохнущего, от той же фирмы, который, в принципе, влияет на пенопласт, пеноплекс и прочее. Так что в виде разделителя какого-то и защиты, чтобы можно было работать по пеноплексу, вообще любым клеем советую. Сейчас мы будем продолжать работу над нашим основанием. Думаю, выкрасим сейчас землю с помощью аэрографа в земляной цвет. После этого начнем работать с нашей стеной. Начинаем выкрашивать нашу стену в коричнево-красные тона. Первым слоем будем использовать более темный оттенок, позже будем добавлять светлые пятна. Добавляем в наш базовый цвет немного осветляющего оттенка и хаотично начинаем высветлять нашу стену. Там, где мы хотим иметь небольшое высветление, то есть, где кирпич будет более светлого оттенка. После этого мы добавляем еще один максимально светлый оттенок и выравниваем все это цветом, который называется кирпичный. Вы можете выбрать цвета на свое усмотрение, так как вариантов кирпича и его выцветания было огромное множество. Здесь нет определенных каких-то требований и конкретных значений. После полного высыхания краски мы берем обычный строительный гипс и начинаем его втирать в нашу кирпичную стену, чтобы выделить швы. Не пугайтесь того, что вся стена будет абсолютно белая, потом это все прекрасно стирается обычной водой. Салфеткой смоченной в воде мы аккуратно, без нажима, стираем гипс в поверхности кирпича, чтобы не вымыть гипс из швов. После этого, жидко разведенной акриловой краской, я использовал Дункенгельб, мы начинаем проливать наши швы между кирпичами, чтобы они не были такими кипельно-белыми. Вы можете использовать и более темные оттенки, так как цвет раствора зависит от того, в каких условиях находилось то или иное здание, какое качество раствора и прочее. То есть здесь вы можете использовать абсолютно любой оттенок, какой вам понравится. После этого бумажной салфеткой убираем излишки нашей краски и получаем наши желтовато-грязные швы между кирпичами. Для придания еще большей неоднородности цвета мы используем технику сухой кисти. Для этого используются два оттенка. Один из них светло-красный от Валиха, а второй немецкий оранжевый от той же фирмы. После всех этих манипуляций наша стена приобретает подобный вид. Единственное, на ней еще отсутствуют эффекты плесени, мха, потеков и прочего. Данные методики мы не будем рассматривать в данном ролике, а в следующем видео начнем озеленять нашу подставку.